Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа, спросим прямо. Меня зовут Батар Ламбаев. И сегодня у нас в гостях депутат Народного хурала от Коммунистической партии Российской Федерации, член Комитета по социальной политике Дондаков Тумен Церендашевич. Здравствуйте! Здравствуйте! На прошедшей сессии было рассмотрено много вопросов, кадровые вопросы. Ну а некоторые, конечно, как мы знаем, не дошли все-таки до рассмотрения и были перенесены на более поздние сроки. Вот как вы считаете, повестка хурала и те вопросы, которые были, все ли учли пожелания вашей фракции? Ну я думаю, что, не сказать, что все прям были учтены, но некоторые моменты, конечно, были учтены. И я думаю, что сессия была продуктивной и много вопросов было обсуждено на данной сессии. Один из актуальных вопросов, который депутаты убрали из списка, это переход на бездымное топливо. То есть его вообще перенесли, но летом все мы знаем, что много говорилось об этом, в частности Комушко, да, мы должны спасать экологию города Улан-Дея-Республики, но перенесли. С чем это связано и вообще поддерживаете ли вы проект с бездымным топливом? Ну, бездымное топливо, мы говорим о том, что ее вообще изготавливают из угля. То есть вообще проблема в том, что из угля много примесей, много выбросов, и даже если не будет дыма, нет гарантии того, что это будет нормально для окружающей среды и для человека в частности. И говорить о том, что вот на Комушке взять и провести эксперимент, вообще, если топить обычную печку углем, даже бездымным углем, то возможно, что может перегореть кирпич. Для того, чтобы углем топить, специальные котлы нужны. Поэтому взять на Комушке провести эксперимент, я думаю, что это преждевременно. И должны доказать о том, что вообще есть ли вред от этого бездымного угля или нет. Поэтому я думаю, что когда мы обсуждали вопрос о газификации, я думаю, что это правильное направление. И в том числе солнечные батареи активно в разных странах используются. И это уже чисто экологическое отопление, так скажем. И я думаю, что в этом направлении, если работать, будет хорошо. Ну и, конечно же, обсуждались вопросы о том, что все-таки частный сектор больше подключать к отоплению ТГК-14. Но, конечно, здесь есть много сомнений, нужно ли это делать или нет. Но бездымное топливо, я считаю, что преждевременно об этом говорить и тем более экспериментировать с населением. Это вопрос. Ну вот раз вы уж затронули тему ТГК-14, на Совете Народного Хурала поднимался вопрос о создании некого органа, который будет контролировать работу ТГК-14. То есть, ну и по жалобам, и по тарифам. Как вы считаете, нужен такой орган или нет? Вообще, конечно, орган, возможно, нужен. Но самое главное, чтобы не получилось так. Мы создаем определенные органы, которые будут, опять же, за счет населения получать зарплату. И будет толк от этого или нет. Вот эти моменты, конечно, надо обсуждать и реально сделать калькуляции, выгоду будет или нет. И другой вопрос, конечно же, проблемы с ТГК-14 очевидны, их много и в плане начисления для населения сверх тарифов и все остальное присутствует. И возвращаясь к сессии Народного Хурала, вы там выступали с докладом по изменению, которые вносятся сейчас в избирательный процесс. То есть, где-то на удаленке, через почту. Хотелось бы услышать от вас, чтобы наши телезрители услышали, почему вас это настораживает. Ну, во-первых, я просто выступал по данному вопросу. Вот, если конкретно говорить об изменениях в законодательство, там у нас говорится о том, что люди могут голосовать по почте. По почте это, ну, как-то даже вот непонятно, да, как это будет происходить. Второе, изменения это будут голосовать три дня. И наряду с этим еще такое изменение внесено. Вот, есть объективные причины голосовать вне помещения. То есть, человек болеет, у него есть инвалидность, там, или по возрасту, да, он звонит в избирательную комиссию и говорит, что он не может прийти на участок. Участок, приезжайте, пожалуйста, я... Но проголосовать хочу, да? Да, проголосовать хочу. Здесь в этом пункте еще добавили. А также по иным уважительным причинам. Могут люди проголосовать вне помещения. А то есть, не указаны иные причины. Да, то есть, иные причины могут быть разные. И в том числе, в этом законодательстве мы приводим изменения. Голосовать смогут по интернету. Но это вообще какой-то нонсенс. Помните, когда Дональд Трамп, да, вот Америка, говорили о том, что в наши выборы вмешиваются хакеры, да? Я тогда вообще не понимал, о чем человек говорит. Как можно вмешиваться в выборы извне? А сейчас, принимая данный законопроект, я понимаю, о чем говорили и к чему мы идем. Что в выборный процесс запросто смогут извне вмешиваться. И голосование могут просто поменять хакеры. Предлагаю перейти к другому блоку вопросов о ситуации с коронавирусом. Все мы, многие говорят о второй волне. На сегодняшний день у нас число инфицированных, заболевших растет с каждым днем, можно так сказать. Там уже по 50-40 человек заболевают ежедневно. Как вы считаете, меры, предпринимаемые правительством, властями республики, они достаточны или нет именно в борьбе с коронавирусом? Сказать, что недостаточны, будет, наверное, неправильно. Потому что все равно много работы делается и в плане поддержки и всего остального. Но я считаю, что все равно недостаточны. И я неоднократно выступал и говорил, что для того, чтобы принимать карательные законы, я считаю, что это карательный закон, закон об административных правонарушениях, который мы приняли на этой сессии. И на прошлой сессии мы бурно обсуждали данный законопроект. На прошлой сессии мы обсуждали вопрос о том, что передать полномочия составления протоколов об административных правонарушениях, передать республиканским органам власти. На этой сессии народного хурала мы уже приняли закон о том, чтобы дать полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях органам муниципальной власти. То есть в начале ограничительных мер мы с вами помним, что федеральные органы власти составляли протоколы, и их было достаточно много, да, со многими нарушениями. Там где-то через суд прошли, где-то не прошли, но в дальнейшем, когда данные полномочия передавали органам республиканских властей, нам говорили, что будут проводить обучение, и все нормально будет, да. Потом мы уже сейчас передаем муниципальным органам власти. А обучение-то прошли тогда? А вот в том-то и дело, что обучение навряд ли кто-то прошел, и понимаете, вот от составления протоколов многое зависит. Вот человек сможет он защититься в суде, доказать, что неправомерно было составлено или нет? Ну, не каждый сможет. И когда вот сейчас вот обращение было главой республики о том, что повсеместно носить маски. Вот, ну, очень просто сказать. Носите маски, если не будете носить, органы местного самоуправления, республиканские органы власти будут на вас составлять протоколы, а суды вас будут штрафовать, да. За первый раз 500 рублей, за второй раз уже увеличивается и так далее. Но это, я считаю, что для того, чтобы составлять протоколы, да, принимать такие законы, мы все-таки должны людям дать возможность, ну, элементарно для студентов, да, и для школьников, возможно, надо предоставлять их бесплатно эти маски. Сейчас вот студент БГУ буквально вот на днях встречался, он говорит, что деканат уже заходит к нам, проверяет, мы ходим в масках или не ходим в масках. Но учитывая то, что вот, ну, экономическую ситуацию в республике Бурятии, то, что у нас многие родители наших школьников, да, остались без работы, бизнес у нас тоже в не совсем лучшем, лучшей ситуации, да, в этих условиях требовать от людей носить маски, при этом маски, когда у нас самые дешевые стоят 4 рубля, да, в корне неправильно. И менять их надо через каждые несколько часов. Да, и менять надо их через каждые 2-3 часа. Считайте, вот, среднестатистическая семья, там, из 4-х человек, это сколько масок надо. И поэтому я считаю, что надо запустить производство масок, не коммерческое, а именно, чтобы она была муниципальная или республиканская, чтобы это предприятие работало не на прибыль, а для того, чтобы поддержать население, чтобы у властей была возможность студентам, школьникам выдавать бесплатно эти маски, и людям продавать по себестоимости, по стоимости материала элементарно, по 2 рубля. Перейдем к делам городским. На прошлой неделе состоялась сессия. С 25-го числа у нас повышается тариф за проезд в общественном транспорте. Как вы к этому относитесь? То есть, действительно ли он был необходим? То есть, перевозчики говорят, надо, мы, простые, да, вот, кто ездит на маршрутном транспорте, на общественном, говорим, что нет. Ваше мнение? Ну, опять же, к сессии Народного хурала в части заявления я именно по данному вопросу выступал и говорил. Ну, я считаю вообще как. Мы не должны быть зависимы от частных извозчиков. Мы должны развивать активно муниципальный транспорт. То есть, к нам не должны приходить своими условиями. Мы же ведь власть и муниципальная, и государственная, и власть в республике Бурятии. И нам частники не должны ставить условия. Я понимаю, что и в том числе, возможно, маршрутникам нужна какая-то поддержка. Но она должна быть иная, не за счет населения. Потому что население у нас, как я уже говорил, в условиях пандемии, в тяжелых условиях. И одна из, наверное, лидеров по ДФО Бурятии по безработице. В таких условиях, в интересах тысячи водителей, повышать цены для сотни тысяч граждан, я думаю, что это неправильно. Поэтому надо развивать муниципальный транспорт, изыскивать... У нас же ведь есть министр по инвестициям, есть специальные органы государственной власти, которые должны конкретно рассматривать, что происходит с нашим транспортом, развивать муниципальный транспорт, и чтобы мы не зависели от частников. Я считаю, что в корне неправильно повышать оплату на проезд. Но, к сожалению, это уже решение принято. Поэтому в дальнейшем, я думаю, что все-таки над вопросом муниципального транспорта надо работать. Завершая нашу беседу, хотелось бы, чтобы вы приоткрыли завесу тайны. На следующей сессии какие вопросы будете инициировать, поднимать? Что, скажем так, приоритетом для вас является? Какие приоритетные вопросы на ближайшую сессию? На ближайшую сессию... Вообще, у нас есть закон по предоставлению земельных участков многодетным семьям. И по городу Ланудэ приблизительно больше 4 тысяч семей состоят в очереди для получения земельных участков. К сожалению, если в очереди 4 тысячи человек, очередь продвигается очень плохо. И я считаю, что если по каким-то... Ну, и в том числе мы же понимаем, что в городу Ланудэ есть границы. И, возможно, нет таких реальных земельных участков, чтобы выделить. Мне кажется, надо было бы обсудить вопрос о том, чтобы выделить деньгами. Ну, если нет возможности обеспечить земельными участками. К тому же, из республиканского бюджета, когда мы выделяем деньги только на межелание данных земельных участков, а на инфраструктуру мы не выделяем деньги из республиканского бюджета. Естественно, местные органы власти не могут изыскать средства для того, чтобы выделить земельные участки. Должны все-таки быть элементарно свет, должна быть элементарно дорога. И все эти вопросы стоят. Поэтому я считаю, что надо этот вопрос решить. И решить в плане, возможно, уже там финансирование должно быть. Ну, и один еще из таких вопросов, который я обсуждал с своими товарищами. У нас есть вдовы героев социалистического труда. Их у нас в республике Бурятия всего 4 человека. И когда-то еще в 2010 году данный вопрос обсуждался. И есть мера поддержки вдов. Она на сегодняшний день около 6 тысяч рублей. Я считаю, что если увеличить эту сумму до 10 тысяч рублей, это будет достаточно хорошая такая поддержка. Ну, потому что, учитывая всего, что 4 человека есть, и безусловно, мужья этих людей для Отечества, для нашей Родины сделали очень многое. Потому что заслужить такой статус, героя социалистов труда, было же ведь очень сложно. И я думаю, что за каждым сильным и успешным мужчиной всегда стоит женщина. И поддерживать вдов обязательно надо. Тумен Федорович, спасибо за содержательную беседу. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была программа «Спросим прямо». И в гостях у нас сегодня был депутат народного хурала от коммунистической партии Тумен Дондаков. А меня зовут Батар Ламбаев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин